Известно, кто скрывается под маской Пеннивайза. Я уверен, что это Макс Пожухлый. Потому что нет ни одного абсолютно оповержения того, что это не Макс Пожухлый. Нет ни одного такого факта, который может сказать, типа, блядь, да, это, пожалуй, не он. Вообще ни одного. То есть, всё ровно идёт к тому, что это и есть Макс Пожухлый. Тем, рук Пеннивайза всё ещё не раскрыто. Да причём, если руки... То есть, смотри, получается, ты можешь как бы кого угодно. Какую-нибудь там соседку позвал, которая помылась заодно, и типа, дал ей гитару, и сказал, на. Это занимает, и типа, думает, что якобы это сложно. Нет, конечно, это занимает, условно, какие-нибудь там 7-10 минут. Тем более, если какие-то знакомые есть, не знаю, там, сосед играет тоже, что-нибудь, кореша может с детства. Ну, а вот типа, я Пеннивайза, ты запиши, чтобы, типа, думали, что руки разные. И всё, в чём проблема, то есть, вообще никаких проблем нет. Вообще. Почему ты на Максе думаешь? Ну, потому что, во-первых, время появления, потому что я ему тогда снёс канал. Он, кстати, многое сам забыл. Он, типа, я чуть не помню, что на канале я как бы делал. А он говорил, что он на канале резался, типа, в какие-то онлайн-игры, там, что-то не дота, не дота. Какие-то микростримы ночные проводил, там, на два зрителя. И вот для него это было дорого, тепло и важно. И, соответственно, он... Опять же, напомню, да, что моя политика, ни в коем случае никого вот так вот не цеплять первым. То есть, начались гитарные бои, напомню, с чего? С того, что Мятный, господин Мятный, на какое-то моё видео, я снял просто видео нейтрально, что для того, чтобы оценить игру гитариста, нужно или, как бы, круто сам играть, потому что, когда всё это прошло, ты понимаешь вообще, что оценивать. Или быть, там, каким-то топовым звукачом, который наравнял этих гитаристов просто сотнями, там, тысячами. На это, на это, то есть, Мятный мог пройти мимо, но он не прошёл мимо, он возбудился, потому что, получается, как бы, косвенно по нему удар. Он понял, что, как бы, речь о таких, как он, которые абсолютно глухоман, и оценивали гитаристы неспособны. И он что-то снял какой-то ответ, типа, из серии, вот, там, кто такой, Фред, что-то всё. Вот он полез в залупочку и огреб, как бы, проблемы. То же самое здесь. То есть, Макс Пожухлый мог сидеть дальше и заниматься своими, там, онлайн-играми и прочим, что он там делал. Но он именно полез в залупень. Вот в чём проблема. Что он начал что-то, какие-то, там, видео снимать, что-то пыжиться, ковыряться. То есть, он именно полез, как бы, сам в эту тему, и всё. Поэтому, как бы, канал был наказан. И вот именно после этого появился Пеннивайз, и очень многие, как говорят, тейки и прочие вещи у них абсолютно идентичны. И нет, говорю ещё раз, ни одного никакого оповержения того, что это не то. Пеннивайзу никто не поверит. Да, поэтому, когда он предлагал, предлагал, как бы, этот спор какой-то, а как ты их докажешь? Говорит, я профану, никак ты не профанёшь. Никак, абсолютно. То есть, якобы, они что-то там на стриме кто-то от кого-то напишет, а в этот момент будет кто-то в чате сидеть. Да это чушь собачья. То есть, ты можешь сделать просто элементарно. Какой-нибудь корешу, там, жене, свату, тёще сказал, что в этот момент пиши, и всё. Вот, поэтому нету, нету никакой возможности профануть. Поэтому такой спор не имеет смысла. И, к тому же, сам тип чувака Макса Пожухова, он же, как бы, не какой-то стандартный тупой мухтейн, да? То есть, он прекрасно понимает, что я рублю, понимает, что, там, потому что сам Мастер Папец, и я его снесу, там, и по многим другим вещам. То есть, он, как бы, ну, многие вещи понимает. И он такой, как бы, то есть, его прямо-то зацепило. Он тогда, я помню, что дико злился. Он же снимал какое-то видео-то, я помню. И он говорил тогда, что, типа, вот, там, ты это запомнишь, типа, ты за это ответишь мне, типа, что мне этот канал был так дорог, он прям сидел красный, злой, обиженный, что я просто, там, типа, из серии никого не трогал, ты уничтожил канал, создал мне проблемы. Типа, вот, всё, короче. И такой, говорит, соси писюн, типа, фред-гитарист. И всё, то есть, он прям очень сильно возбудился, очень. То есть, я прям помню эту его боль, вот эту вот краснота сумасшедшую, и он дико завёлся. И как раз в этот момент появился канал, ну, он там был непонимаясь, по-другому назывался, и, в общем, пошла вся эта чехарда. Поэтому по ряду много, много... Ну, ведь Макс достаточно сдержанный, не особо мудрится, а пенник агрополный. Слушай, ну, как это же... Ты что, блин, это то же самое, что посмотреть, не знаю, там, какие-то видосы, где какой-нибудь там Джейсон Стретхим раскидывает там людей в фильмах, а потом увидеть его, не знаю, в кафе, и он поздоровается, и, да-да, и скажет, как, а ты же всех пиздил в кино. Ну, что за херня? Да. То есть, причём здесь сдержанный и матерится. То есть, понятно, что чувак может, когда у него развязан... Ну, он опарень, да? Как выглядит опарень на видосах? Все говорят, милейший просто мальчик, он там... Привет, друзья, и давайте сегодня я сделаю какую-то интересную мелодию, я вам покажу сегодня, проиграю для вас, всё для вас. И вы спрашиваете, там, всё, спасибо вам огромное за всё, огромное спасибо, ребята, за всё, огромное спасибо. Просто спасибо. Я так рад, что вы у меня есть. Спасибо, ребята. Всё. То есть, вот, пожалуйста, тебе как бы один образ, а то, что за кадром, это просто пиздец. Абсолютный. То есть, поэтому, вот, как можно... Ну, я не знаю, дожить до каких-то... Мне кажется, человек... Есть мнение, да, что у человека этапы развития до полутора лет, потом до шести лет и, соответственно, до двенадцати. Двенадцать человек уже сформирован. И, то есть, допустим, многие говорят, типа, вот, надо повзрослеть, но, понимаешь, человек к двенадцати годам уже имеет определённые принципы. Готов ли он, допустим, там, с вертухана прописать кошке, там, или выкинуть её из поезда, ещё что-то такое, или не готов. То есть, и многие другие какие-то принципы уже заложены. Поэтому, естественно, когда человек тебе улыбается на видосах, типа, там, привет всем, здравствуйте, я там всё очень ждал, ай, огромное спасибо вам, всё, и так далее, это не значит, что он такой есть. Это может быть просто максимально маниакальный злодей, который будет такую хуйню пороть как бы за кадром, что просто охереешь. Она не издаёт смелости? Конечно, конечно. Продолжение следует...